Объявила голодовку депутат Омского городского совета Елена Свешникова, решила отказаться от еды на 9 дней и уже сообщила об этом губернатору, прокурору и председателю городской думы. Таким образом, она намерена добиться отмены судебного решения о взыскании с нее долгов 160 тысяч рублей за коммунальные услуги. Почему она должна платить, народная избранница не понимает, ведь она не является собственником жилья. В квартире жил ее отец, ветеран войны, и после его смерти договора социального найма с ней никто не заключал. Да, я живу в этом помещении давно, но до этого у меня жил отец, он платил. После его смерти я не платила для того, чтобы вынудить именно на заключение этого договора. Ждала этих судов, в принципе, я была заинтересована в этом суде. Помимо того, что я хотела доказать позицию того, что договор социального найма должен быть заключен в письменном виде, по которому я приобретаю право, не обязанность, а право оплачивать коммунальные услуги. Подписать договор с мэрией Свешникова готово, но только после капитального ремонта в ее доме. Юристы поясняют, такого документа может и не быть, ведь есть регистрация по месту жительства. А вот считания, оплачиваемые больше полугода, могут стать причиной для выселения из квартиры. Справедливороса, акцию соратницы по партии, не поддерживают. Сразу после интервью нашему телеканалу Елена Свешникова узнала, что больше не является председателем фракции в Горсовете. Срочное совещание однопартийцев прошло без ее участия. Ее заменил Антон Дубель. Вся эта история, она лежит в плоскости личных отношений Елены Ивановны и закона. Политика здесь ни при чем абсолютно. Я думаю, что ей нужно решить эти вопросы самостоятельно, законным путем, правовым путем. Я не считаю эту акцию политической. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...